Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Тема видео «Купим ваши души за ваши деньги» Буратины. Первая часть. Итак, прошли знаковые моменты, которые плеб спроглотил и не подавился в своей массе. Тестирование прошло успешно, доложили в швейцарском обкоме. Можно давить дальше. И вот вдруг везде ужесточается масочный режим. Прям не по-детски штрафуют магазины за то, что кто-то обслуживал посетителей, которые без масок. Теперь строго, без масок не обслуживаем. Штрафы, хотя все незаконно, нарушаются все мыслимые и немыслимые права человеков. Но воссы ныне там. А почему? А потому что человеков-то оказалось меньшинство. Остальные физлица, плебс, который согласился со своим положением. Вот его и прессуют. Потому что, оказывается, победа войне 1945-2020 годов была выиграна, но не человеками, а сатанистами паразитами мировыми. Вот они и взялись за свой электорат со всей своей сатанинской дури. Но не спешите отчаиваться или впадать в уныние, как говорит известный персонаж. И никогда не впадай в уныние, Шарапов. Не имей такой привычки. Информация неприятная, но что делать? Кому сейчас легко? Хочешь вырваться из плена матрицы паразитов? Ешь горькую пилюлю правды. Не хочешь? Ешь сладкую волшебную таблетку лжи, как предлагает Сбербанк. Но все по порядку. Я в этом ролике не буду останавливаться на том, как ура-патриоты в очередной раз обманули тех, кто им верит, насчет поправок в несуществующую Конституцию о суверенитете торговой компании, которая имитирует государство. Сейчас все проголосуйте и будет вам счастье. Так как статьи в Конституции РФ о закабалении населения как были, так и остались. Речь шла. Голосуйте за суверенитет. Голосуйте, а то проиграем. Ну и, собственно говоря, никакого суверенитета нет. Статьи. Кабальные, рабские, в Российской Федерации, в Конституции как были, так и остались. Центробанк как был отдельной структурой, так и остался. Плебс обманули. Ну что ж, тех, кто не хочет сам проходить путь развития, изучать материалы, которые, кстати, есть в открытом доступе, но ведь надо напрягаться лишний раз. А у кого корова отелилась, у кого огурцы поспели и консервации на зиму. Дел у физлиц полно и думать некогда. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Но мой канал не для физлиц, а для человеков, проснувшихся и просыпающихся. Сегодня, то продолжим наш рассказ. Прежде я в очередной раз заявляю на всю Вселенную и все миры. Я человек, дочь Бога Живого, наследница всех его богатств. Славлю Бога в своем теле, в своем окружении, на своей земле, планете Земля, в своей солнечной системе, в своем Млечном Пути и в своей Вселенной. Славлю свои рода, как прошлое, так и будущее. Славлю жизнь, свет, любовь. Всем нелюдям, паразитам, сущностям, паразитам, сатанистам, проходимцам, ростовщикам, пиратам, прочь с моей планеты. Приказываю, убирайтесь прочь с моей планеты, в свои порталы из моего мира и моей Вселенной. Да будет так. Это позиция моего разума. Прежде чем впадать в уныние, заявите свою позицию твердо и стойте на своем. Тогда все те, кто боится и сомневается в своей божественности и своей связи с вечным космосом, почувствуете, что страх уходит и появляется спокойная уверенность, что все будет хорошо. А теперь продолжу по теме. Кстати, сюжет-то небольшой. Сколько всего надо сообщить, прежде чем перейти к сути. Итак, мой небольшой рассказ. Месяц назад, до своей поездки в Крым, я заказала книгу по интернету по теме Крымской войны. У меня возникла проблема с оплатой, никак не приходил код оплаты. Я еще тогда подумала, думаю, не случайно. Ну, значит, не судьба купить книгу вот сейчас. Я не сильно расстраивалась и продолжала заниматься на компьютере, готовить очередной фильм. И вдруг боковым зрением я ухватила, что в углу экрана внизу вышла вкладка, что оплата не прошла. И самое главное, код валюты 643. Вот глаз у меня успел ухватить. Я сделала скрин с экрана, хотя это длилось доли секунд. Вот успела сделать скрин. Когда пошла смотреть письмо на почту, проверить, как там написано, ничего нет, никаких кодов. То есть, по сути, вам сообщают информацию, вас не обманывают, не скрывают, но сообщают не в лоб, а так, как получится, тихо, скрытно, незаметно, в уголке где-нибудь. Ну, раз вы промолчали, молчание – знак согласия. Приняли оферту. Многим уже не надо объяснять, что такое код валюты 643 и код 810, который у нас во всех платежках. Прописан код 810, который отменен в 2004 году. Что лично мне сказала эта случайная, на несколько секунд промелькнувшая вкладка, что меня лично каждый раз, когда я что-то покупаю через интернет, ну, не только через интернет, наличными деньгами, не имеет значения. Меня имеют по полной, снимают с меня лично, с каждой операции, сумму моего советского наследия, как гражданки СССР, с моей доли советских богатств, опекуны, пираты, мошенники. Сумму с конвертацией в тысячу раз. Значит, с конкретной суммы 373 бибарика, рубля, вот этого признака рубля, билеты Банка России, которые я отдала бы за эту операцию, за книжку, с моего счета, мировые мошенники через Сбербанк, в данном случае, спишут с моей доли советского гражданина сумму в 373 тысячи советских рублей, которые идут на мировом рынке валют 1 доллар к 63 копейкам советского рубля по коду 810. Понимаете? Многие и очень многие не понимают, как происходит обман по кодам валют. Мне бы сказали так примерно, ну вот же, где тут обман? Ты покупаешь книгу за 373 рубля, из твоего счета списывают 373 рубля. Ну где обман-то? Обман в том, что население, физлица, плебс не в курсе, что он, если не выходил из гражданства СССР, то продолжает оставаться гражданином СССР, а в связи с этим статусом он является патрицием по римскому континентальному праву, владельцем, совладельцем всех богатств и равным долевом участии всех граждан Советского Союза, всех богатств территории Советского Союза, всех природных богатств, всех полезных ископаемых. То есть он является патрицием в равных долях. Я являюсь патрицием в равных долях. И меня накалывают, то есть меня объегоривают, я выбираю мягкие выражения, каждый раз при каждой покупке. Меня списывают мои советские рубли, давая мне какие-то признаки рубля. Ну сейчас, чуть дальше. Напоминаю, смотрите мой фильм «Джокер», вторая часть, что патрицием всех нас делал товарищ Сталин и никто иной. Далее смотрите мой фильм «Вечное право в СССР». Что такое нобилитет? Нобили гнобили народ. Так вот, по вечному праву, вещь, 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 ное право. Не вечное, а вечное право, которое написано пером Большой советской энциклопедии 1974 года, «Не вырубишь топором», черным по белому сказано, что советский человек и гражданин имеет вечное право, вечное, еще раз, для плохо слышащих по слогам, вечное право пользования землей и всеми богатствами Советского Союза. А это означает, что никакая торговая компания Российской Федерации со своим торговым флагом российско-американской торговой компании, которые зарегистрированы еще в 19 веке, смотрите мой фильм «Патриколору», не может быть собственником нашей земли. Никакой отдельный субъект, ни человек, ни чиновник, ни олигарх, ни пень колодный, ни черт с рогами, не может быть собственником нашей советской земли. А это значит, что паразиты, пираты, захватчики никак не могут обойти этот вечный закон, вещь, новоправо советских людей. Но они могут обманом втянуть собственников, патрициев, нас, патрициев, собственников, использовать нашу же глупость, наше невежество в аферту. Аферта – это то же самое, что афера. Что безраздельно пользоваться всеми ресурсами нас, аборигенов, пользоваться нагло, цинично, посмеиваясь на тем, как они ловко все провернули и продолжают. Потому что, как я уже говорила словами Пушкина, «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад». Но дурака не нужен нож, ему немного подпоешь, и делай с ним что хочешь. Но это действительно так. Большинство людей не хотят в это ни слушаться, ни вчитываться, ни перепроверить хотя бы эту информацию. Они просто тупо, как бараны, извините, но действительно так верят, что они живут в государстве России, что Российская Федерация – это государство. Да, мы все оказались в дураках. Это так, надо принять эту горькую пилюлю и расти над своей непроходимой глупостью, тупостью, невежеством, умственной ленью. Так вот, по правках нелегитимной Конституции, непринятой, но действующей по морскому, пиратскому праву на территории Советского Союза, статья 67, о том, что РФ называет себя правоприемницей Союза СССР. Это значит, по теме нашего ролика, что они в своей Конституции прописали законные ограбления советских человеков. А до этой поправки они нас грабили по беспределу. То есть только сейчас они прописали вот эту вот правоприемственность, и как бы законодательно, потому что очень многие люди стали просыпаться. А 30 лет они просто тупо нас грабили. Вот кто будет нам возвращать наши деньги. А теперь они в галстуках, и свой беспредел узаконили для себя. Итак, ограбление через коды валют 643 и код советского рубля 810, который в платежках у нас везде, с конвертацией продолжается. А это не просто деньги и цифры, это наши народные богатства, полезные ископаемые, вода, воздух, флора и фауна. Но опять-таки никто ничего не скрывает. Но и не афиширует, не объясняет, не разъясняет. Один греф отдувается, чешет правду матку про то, как он пугается, если люди вдруг узнают о том, что ими манипулируют и захотят узнать свою самоидентификацию, что же будет, как жить, как императорам жить. Вот сейчас они наглую врут, и главное, что у них это все прокатывает. 80% ничего знать не хотят. Какая прелесть! Это не жизнь, а малина. Если вдруг они начнут это что-то узнавать, это большая часть населения, тогда им придет хана. Но пока 80% или больше знать ничего не хотят. Все нормально. В Багдате все спокойно. Греф может не волноваться. А я хочу еще сказать по кодам валют, про которые и так много сказано и разжеваны в интернете. Но я делюсь своим личным опытом. Как-то несколько месяцев назад мне прислали шаблон, как написать в Центральный банк запрос о коде валют. Я написала этот запрос, изменив в системе порядок написания инициалов. И записала себя, как человека. В графе «Фамилия» написала имя. В графе «Имя» написала отчество. В графе «Очество» написала фамилию. Записала себя, как «Иов» вместо «ФИО». Ответ мне пришел. Система перевела меня опять в физлицо. Такие запросы уже писали тысячи человеков и получали примерно одинаковые отписки. В ответ на мой запрос из Центрбанка пришел ответ. Уведомление о ходе рассмотрения обращения. Это электронное письмо. Прочитаем его. Так, вот Центральный банк. Ответ пришел 2 февраля 2020 года. Уважаемая Галина Васильевна, служба по защите прав потребителей, обеспечению доступности финансовых услуг, рассмотрели ваше обращение 31 января 2020 года. Поступившая в Банк России надпись «Билет Банка России, наносимая на российские денежные знаки, отражает исключительные полномочия Банка России по осуществлению денежной эмиссии, которыми он наделен в соответствии со статьей 75 Конституции Российской Федерации». На тот момент еще без поправок. Ознакомиться с образцами монет, находящихся в время обращения в Советский Федерацию, можете на официальном сайте. Это у меня не очень сильно. Так, денежные знаки, банкноты, билеты, монеты не являются объектами классификации. Вот они уже как пишут. А теперь я сейчас буду переходить вот с этого письма, буду переходить на другую информацию и опять возвращаться для того, чтобы было понятно. Например, у меня есть в папках, вот мне прислали такой документ. Это в 2017 году был Центральный банк Российской Федерации, Москва. Следует учитывать, что билет Банка России не является денежной единицей России, а лишь удостоверяет его существование. Понимаете? Здесь они пишут, что билет Банка России не является денежной единицей России, а лишь удостоверяет его существование. То есть здесь четко говорят, что билет Банка России – это резаная бумага. Она лишь удостоверяет. То есть вот этот самый признак рубля. Так, а здесь у нас уже пишут надпись «Билет Банка России, наносимый на российские денежные знаки, отрождает исключительные полномочия, наделено в соответствии 75-й Конституции, денежной эмиссии. Денежные знаки банкноты не являются объектами классификации». Уже идет подмена понятий. Здесь пишут в 2017 году «Билет Банка России не является денежной единицей». В моем письме мне, то, что мне ответили, не является объектами классификации. Они уже не пишут «денежные единицы», не являются объектами классификации. Но суть тут одна и та же. То есть это не классификация, это вообще не пойми что. То есть нам на руки выдают бумагу. И далее тут интересно читаем. По всем им стандартам не являются классификации. Постановление госстандарта от России объектами классификации являются денежные единицы валюты стран и территорий. Объектами классификации – денежные единицы валюты стран и территорий. То, что у нас на руках, объектами классификации не являются. Денежные знаки, билеты, банкноты. А какие же тогда являются? С 1 января 2004 года для валюты Российской Федерации ВКВ установлено наименование «Российский рубль», цифровой код 643, буквенный код «РУБА». Так, а в 75-й статье, вот статья «Конституция» 75-я, вот он официальный сайт, здесь можно набрать, пожалуйста, «Конституция РФ», вот телефоны, статья 75-я, это уже свежая «Конституция после всех поправок». Денежной единицей в Российской Федерации является рубль, рубль и ничего другого. Слово рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации, введение эмиссии других денег в Российской Федерации не допускается. Значит, только рубль, введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускается. Давайте посмотрим, что такое эмиссия, но для полного знания. Эмиссия денег, выпуск денег в обращение, ведущее к увеличению денежной массы. В России действуют следующие принципы эмиссии наличных денег. Наличных денег – принцип необязательности обеспечения золотом. Значит, эмиссия денег, выпуск денег в обращение. Возвращаемся к закону основному Российской Федерации, статья 75 Конституции РФ, денежная единица в Российской Федерации является рубль. Денежная эмиссия осуществляется рубля, соответственно, исключительно Центральным банком Российской Федерации. Введение и эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются. А теперь посмотрим на письмо из Центрального банка. Так, значит, российский рубль, цифровой код 643, буквенный код РУБА. В соответствии с нормативными актами Банка России, символ 810, в качестве признака рубля, используется пренумерация лицевых счетов, которые кредитные и некредитные организации открывают своим клиентам в валюте Российской Федерации. Вот здесь пошла тень на плетенье. Вот и есть основное вранье и преступление международного масштаба. Потому что по закону Российской Федерации, по Конституции Российской Федерации, которая является основным законом, никакие другие денежные символы не могут существовать, кроме рубля. Слово рубль. Никаких признаков рубля. Признаков рубля. Это вообще смешно. Надо же так придумать. Это такая издевка полностью. Это и есть самое главное преступление, которое скрывает Центральный банк. Соответственно, вот с 4 февраля, то, что я получила этот ответ, после поправок Конституции, когда депутат Евгений Федоров кричал, бил себя руками, ногами в грудь, что нужен суверенитет, он говорил про статьи Центрального банка, что Центральный банк никому не подчиняется. И вот это всё та-та-та-та, и всё это ля-ля-ля-ля-ля-ля, это всё и вот из-за него, вот это всё международные договоры. Нам нужен суверенитет, суверенитет, суверенитет. И никакого Советского Союза там ля-ля-ля, ну, вроде бы есть Советский Союз, но вот нам вот у нас Российская Федерация, нам нужен суверенитет. И вот прошли поправки. А 75-я статья Центрального банка, как осталось, так и остаётся. То есть никакого суверенитета поправки не принесли. Фёдор, это самый Фёдоров, товарищ Фёдоров, как всегда, сам Рамши. Ну и читаем дальше. О плане счетов рубль, российский рубль, денежная единица Российской Федерации, статья 75-й Конституции. Да, здесь всё верно. Понятие признак рубля и рубль не являются тождественными. Не врут. Вот честно пишут, понятие признак рубля и рубль не являются тождественными. Значит, признак рубля – это не денежная валюта. Хождение признаков рубля запрещено Конституцией. Но тем не менее, Центральный банк наплевал на Российскую Федерацию, на её Конституцию и вот установил свой признак рубля. Потому что ему, так сказать, хлеб за брюхом не ходит. И он надо, надо, надо. Никакого суверенитета, естественно. На колонии есть колонии. Получайте признак рубля. Вам даже деньги не положено. У вас даже денег нет. Вы просто носитесь со своей резаной бумагой. Буратины, плебсы и так далее. Вот Юдина подписалась, заместитель начальника. Всё чутко и понятно. Признак рубля. И вот оно, преступление. Люди, слушайте, очнитесь, врубайтесь. Вы тоже можете написать запрос в Центральный банк и просто вчитываться вот то, что они вам присылают. Вот это всё чётко и ясно. Каким образом у нас происходит обман, разберёмся чуть позже. Ну, кстати, я ошиблась. Заместитель начальника Юдина, ЛА, она тоже здесь подписана, как физлицо. Подписи нету. Она не подписалась. Здесь просто стоит заместитель начальника без подписи Юдин. То есть это просто бумажка. Ни о чём. Здесь нет ничего. Просто вот обычная бумажка. Это не документ. Итак, подытожу первую часть. Повторю, что эмиссия денег это выпуск денег в обращении. А у нас в обращении находятся бибарики. Это признак рубля. Это признак бродит по России. Признак рубля. Раньше говорили, призрак бродит по России, призрак коммунизма. Это Ленин так писал. А у нас сейчас призрак рубля бродит по России. В общем, просто тупо вот призрак. Мы занимаемся вот этой клоунадой в этом сумасшедшем доме. Мы все находимся. Но есть товарищи, которые всё прекрасно осознают наверху, на своём верху. Власть, они всё прекрасно в курсе. Они знают, что происходит. Всё это сделано для дураков, для буратин, которые были патрициями и которых превратили в вещь воробов, в вещь на корабле, Российской Федерации, на корабле торговой компании. Эмиссия – это наличные деньги, принцип необязательности обеспечения золотом. 17 февраля, как мы помним, кто-то помнит, кто-то уже забыл, что был перекуплен Сбербанк. И была такая статья, «Зачем перекупать Сбербанк?» Это было 17 февраля 2020 года. В одном из комментариев было написано, что из одного кармана в другой приложили деньги. Так и есть. А сегодня Российская Федерация после так называемой пандемии уже в долгах должна чего-то там кому-то. Уже должна. Не сказано кому, но уже должна. Банк перекупили. Народу сказали, могли бы и не говорить. И что еще? То, что существует такой червонец-золотой сейсель, который был выпущен первый раз в 1923 году, а потом в 1975-1982 году. Госбанк СССР выпустил монеты, которые сохранили внешний облик монет образца 1923 года, но с измененными датами. Действующая инвестиционная монета Банка России с номиналом 10 рублей. Вот смотрите, 10 рублей – номинал денежных знаков России и некоторых других странах. Традиционная банкнота, это всегда выпускавшаяся Российской империей, РСФСР, СССР и РФ рядом различных образований на территории бывшей Российской империи и бывшего СССР. Действующая инвестиционная монета. Но у нас Госбанк СССР существует. И монета золотая – 10 рублей номиналом. Что это значит? Это не призрак рубля, а это настоящие 10 рублей. Состоит она 1 червонец, металл, проба, золото – 900, общая масса, содержание химического золота и так далее. Вот она, эта монета-сеятель, которая действует сегодня в Российской Федерации. То есть они пишут, что СССР – бывший, но монета его действующая. И номинал этой монеты – 10 рублей. Вот теперь 10 рублей. Тогда включайте логику неверующей Фомы и попробуйте купить за свои 10 бибариков вот эту монету. У вас же 10 рублей. Вы считаете, что вы имеете на руках рубли? Со мной тут просто спорили. Это я как бы спорщиком отвечаю. Вы считаете, что у вас рубли на руках, а не бибарики? Вы считаете, что у вас банкноты полноценные? Так вот, попробуйте за 10 рублей своих купить вот эту золотую монету, тем же достоинством 10 рублей, которая якобы в бывшем СССР существовала. Но сегодня Российской Федерации, вот он, существует, Государственный банк СССР, сейчас перейдем по ссылке, Государственный банк СССР, Главный банк СССР, 1987 года Центральный банк Советского Союза, до этого времени Единый эмиссионный кассовый расчетный центр Советского государства, и вот в интернете Госбанк, по запросу Госбанк СССР, курс валют на сегодня, официальные курсы Госбанка СССР. Я перейду, вот он, Банк России, это Центробанк, который оккупировал Госбанк СССР. Он существует, они не могут его убрать, потому что, как я уже говорила в фильме «Джокер», и не только в фильме «Джокер», Ельцин расстрелял Советский парламент, они не получили перехода, поэтому они просто оккупировали эту территорию по-пиратски и держатся только за счет тотальной лжи. Но они не могут все это спрятать, не имеют права, вот, ну вот, не имеют права, поэтому они это пишут. Другое дело, что мало сюда кто заглядывает, хотя в интернете этой информации было много, но она появляется и гаснет, потому что основная масса спит и знать ничего не хочет. Но для тех, кто хочет знать, еще раз напоминание, что вот он существует, Госбанк СССР, он не прекратил своего существования, он не перешел ни в какую-то другую форму, он не передал ничего по наследству Российской Федерации, ни по преемственности он ничего не передал, потому что это торговая корпорация, это государство, Госбанк. И здесь официальные курсы Госбанка, СССР, иностранных валют по отношению к рублю. Вот теперь мы посмотрим, не по отношению к признаку рубля, а по отношению к рублю, то есть советский рубль существует, и посмотрим 100 английских долларов, ну мы, доллар США, вот 100 долларов США, 52 советских рубля, 92 копейки. Соответственно, советский рубль дороже сегодня доллара США в два раза. Значит, каким образом Российская Федерация может быть там кому-то чего-то должна? Потому что она должна, потому что она управляющая компания на колонии. Колонии, то, что сделали нас, граждан Советского Союза, сделали колонии. И вот они там кому-то чего-то должны. Но советский рубль как был, так и есть. И поэтому сегодня у нас на каждой сделке, нас паривая, нам, думая, мы думаем, что у нас рубли, на самом деле у нас не рубли, а признаки рубля, это значит ничто. Признак – это ничто. А на самом деле советский рубль есть, он дороже доллара. Вот, пожалуйста, это все официальные курсы, ничего не скрывается, сколько это все стоит. Он дороже всего. Он дороже всего. Самый дорогой – это советский рубль в мире. Самая дорогая настоящая валюта. Нас обманули. Вынуждены повторять, но что же делать? Повторение – мать учения. Может быть, кто-то проснется еще от этого повторения. Может быть, кто-то еще заинтересуется и начнет разбираться, как это все произошло. Это первая часть. Делитесь этим видео. Всех вам благ. В догонку будет вторая часть о том, как купили, покупают наши души. Ну, не у всех смогли купить, но покупают. Здесь, в первой части, я рассказала, как купили наш разум, наше сознание. А теперь они действительно взялись за души. Я об этом расскажу во второй части. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ.